Здравствуйте! Меня зовут Дарья Расторгуева. Куценко в эфире по ДИИ. Время подвести информационные итоги среды. И вот что сегодня подготовили для вас журналисты телеканала ЛОД. Сепаратиста в тюрьму гражданский корпус АЗОВ не согласен с решением Лисичанского суда. Где эта улица, где этот дом, как найти областной кардиологический диспансер. Активная фаза военных учений на Львовщине. Более тысячи резервистов заканчивает переподготовку на Яворевском полигоне. Сепаратиста в тюрьму. С таким лозунгом активисты гражданского корпуса АЗОВ вышли на митинг под здание Лисичанского городского суда. Здесь недавно вынесли оправдательный приговор в отношении Ивана Коровина, который сотрудничал с незаконной ЛНР. Подробнее об этом расскажет Анастасия Волкова. За Украину. Активисты гражданского корпуса АЗОВ приехали под здание Лисичанского городского суда, чтобы выразить свое недовольство его решениями. Сепарю за град! Сепарю за град! Ворогам Украины тричь! Смерть! 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 Мы выехали на мирную демонстрацию о том, что мы не позволим больше таким, скажем так, людям втоптать нашу честь в честь наших павших воинов. Здесь рассматривали дело Ивана Коровина, задержанного в службе безопасности Украины за сепаратизм. Это видео снято в июне 2014-го. На сети Лисичанского городского совета Иван Коровин призывает к свержению конституционного строя. Усвоите, что государство Украина – это не наша страна. У нас государство – Луганская народная республика. Субъект международного права. Суверенное государство. И никаких политических партий и политических игр сейчас вести не нужно. Сейчас нужно всех поднять, весь город, всех мужчин, избавить от диванно-пивной болезни и встать на защиту нашего города, нашей земли городской и нашего дома. Лисичанский городской суд Ивана Коровина оправдал из-за отсутствия доказательств. В соответствующий документ журналисты новостей нашли и в едином государственном реестре судебных решений Украины. Как-либо комментировать этот приговор в суде отказались, ссылаясь на отсутствие судим. Председатель не участвовал в этом рассмотрении дела. Сонно может прокомментировать. Прокомментировать может только судья, который принимал решение по этому делу, рассматривал. А вот Иван Коровин на видео из ютуба объясняет, почему призывал к сепаратизму. В этом году, я не знаю, что, или затменили, что не разобрался. Мне начали объяснять, что мы за федерализацию, мы за то, чтобы, за уважение права наших граждан регионов и так далее. Я просто глубоко сейчас расстарялся. По словам работников Лисичанского городсуда, судья, который вынес оправдательный приговор, из отпуска выйдет в конце октября. Тогда же журналисты ПОДИ повторно обратятся за комментариями по этому делу. Анастасия Волкова, Николай Розниченко, ПОДИ. В Севердонецке заместитель министра юстиции Украины Анна Онищенко обсуждала проблемы правовой защиты переселенцев. По ее словам, на сегодня упрощена процедура регистрации рождения и смерти на оккупированных территориях, если нет медицинской справки. Также открыт доступ к наследственному реестру тех нотариусов и регистраторов, которые работают на неподконтрольной территории. Но это только начало работы. Сегодня называли, например, питание спадкования. Проблема в том, что очень много документов, особенно архивов, с которыми работали нотариусы и регистраторы на неподконтрольной территории, они физически остались там. Поэтому для того, чтобы завершить, уже начать на тот момент спадковую справу, каким чином отримать доступ до ней, если доступ до реестру спадковых справ закрытый, а до документов их немало физически. Те вопросы, с которыми стыкаются люди, которые работают тут, мы должны решить их на национальном уровне. Где эта улица, где этот дом? Сегодня в нашу службу новостей обратилась жительница Беловодска с просьбой помочь найти областной кардиологический диспансер, который переехал на подконтрольную территорию. Самостоятельно узнать новый адрес этого медучреждения женщина не смогла. Почему, разбиралась журналист Наталья Войнова. Поиск Луганского областного кардиологического диспансера журналисты телеканала «Лот» начали в интернете. Адрес в Севердонецке, улица Лермонтова, 19. Телефон не указан. Чтобы убедиться в истинном местонахождении, едем сами. Через 200 метров конец большого дома. Объект по улице Лермонтова, 19, угловой частный дом на несколько хозяев. Поэтому номера с трех сторон. Звонка нет. В Лермонтова, 19, зарегистрирован областной кардиологический центр. Вы знаете об этом? Нет такого. Здесь. Просто жилой дом, да? Да, вот следующий дом. Приходят не первый раз, это вот туда. Но вряд ли. Потому что у нас там клуб кинологический. А там живет директор клуба собаководства. Вряд ли у него этот самый кардиологический центр. Почему на сайте указан неверный адрес и где искать областной кардиодиспансер, раз с этими вопросами мы обратились в департамент здравоохранения. Я не ездила туда. Руководители там пока нет в отпуске. В Лисичанске консультация Ленина. Это 4 врачи. По телефону нам сообщили, что главный врач в отпуске на улице Лермонтова администрации арендует помещение, а прием пациента введут в Лисичанске на улице Ленина. Новое название улицы работникам департамента неизвестно. И телефона в медучреждении нет. Наталья Войнова, Александр Буряк, Падии. Активная фаза военных учений на Львовщине. Более тысячи резервистов заканчивают переподготовку на Яворевском полигоне. Большинство из них участники ОТОМ совместно с бойцами 24-й механизированной бригады учатся слаженно действовать в бою. Военные задействовали около 400 единиц техники. Уже через три дня резервисты поедут домой. А при желании подпишут контракт. Подробнее в материале наших львовских коллег. Штурмовать позиции противника приходится в слякоти туман. Чтобы его обезвредить, задействуют минометы, грады и другую артиллерию. Вот только враг условный. И это главная часть масштабных учений резервистов и солдат 24-й механизированной бригады на Яворевском полигоне. В штабе учений разрабатывают ориентировочный план действий. Тактические решения наносят на карту. На полигоне темнеет, но ни одно из подразделений позиции не покидает. Следующий важный этап учений – стрельба. Все помилки, которые делают особый склад, лучше пусть они делают их тут, чем где-то там на передней линии. Мы их отработаем и сделаем выяснения. Учебные стрельбы на Яворевском полигоне продлятся трое суток. Задействуют почти 4000 военных и 400 единиц техники. Были проведены сборы с резервистами, на которые залучено понад 1000 резервистов. Это те люди, которые уже принимали участие в боевых действиях на сходе Украины. И теперь они тут удосконаливают свою майстерность. Если будет такая необходимость, то это те люди, которые первыми станут на защиту Батьковщины. За время обучения особое внимание – тактика огневой подготовки. Резервисты учатся отражать атаки, преодолевать линию обороны противника и слаженно наступать на его территорию. По окончании они вернутся домой. Но не все. 200 бойцов захотели служить в армии по контракту. Это не последняя информация выпуска. Во второй части ПАДИ вы узнаете о таком. Террорист Плотницкий требует от российских кураторов уволить недопремьера Сергея Козлова. Пока одни северодончане озеленяют горы, другие горожане-саженцы воруют. Какое наказание грозит похитителю деревьев? Рецепты профилактики от сезонных вирусных болезней. ФИКОВО ЛНР и так называемые администрации учреждений образования теперь имеют право исключить ребенка, у которого нет обязательных прививок. Террорист Плотницкий требует от российских кураторов уволить недопремьера Сергея Козлова. А в захваченных ровеньках людям в зиму отключат газ за долги. Подробно об этом в нашем традиционном обзоре. Школы и детские садики на оккупированной территории по указанию боевиков решили не брать на учебу детей, у которых нет прививок. Так называемые администрации учреждений образования Луганского недогосударства теперь будут сами принимать решение об исключении ребенка без обязательных прививок. Об этом заявил главный недоспециалист Псевдоминздрава Александр Гречаник, пишет информатор. Гречаник говорит, что фейковое законодательство боевиков в этом вопросе не доработано, поэтому администрация сада или школы решает сама судьбу ребенка. Проблема заключается в том, что оккупанты сделали все возможное, чтобы лишить людей медикаментов. Аптеки пусты, а медицина только называется бесплатной. На самом деле платить приходится за все. У родителей, во-первых, нет возможности обеспечить детей нужными прививками, а во-вторых, качество редко поставляемых вакцин никто не может подтвердить. Сертификатов у них нет. Остается выбор – либо отравить ребенка никому неизвестной вакциной, либо платить деньги в Псевдоминздрав врачу и администрации школы за фейковую справку. Оккупанты определили для себя новый источник доходов. Террорист Плотницкий требует от российских кураторов отстранить от должности недопремьера Сергея Козлова. Обостряется конфликт из-за передела энергорынка. Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, передает 0642. Так, террорист Плотницкий обвинил своего самозваного премьера в блокировании принятия решений сборящим министров-сепаратистов по урегулированию денежных отношений с поставщиком электроэнергии в фейковую лэнерию. По информации Тымчука, в период с 20 по 23 сентября Сергей Курченко договорился с заместителем министра экономического развития России Назаровым о переводе денег Луганской энергетической компании на счет Курченко, а именно о переводе 65 миллионов российских рублей. Так называемая ЛЭК отказалась. Террорист Плотницкий потребовал от недопремьера Козлова принять решение о принудительном переводе 65 миллионов рублей. Сборящим министров-самозванцев Козлов также отказался выполнять указания главаря боевиков. Террорист Плотницкий доложил российскому куратору о саботаже. Новая генеральная уборка стартует в рядах оккупантов. Люди на временно оккупированной территории Луганской области не в состоянии оплачивать долги за коммунальные услуги. В захваченных равеньках коммунальные службы начали активную борьбу с должниками. Жители города заявили недомэру, что денег для оплаты долгов не 26 сентября. Люди просили сепаратиста мэра Сергея Княжева хотя бы об отстрочке в погашении долга. И выразили несогласие с начисленными суммами. Об этом пишет Остров. Единственное, что сказал Княжев людям, это то, что отстрочки не будет. А тем временем газовая служба уже начала отключать неплательщиков. Правда, многим отключили по вымышленным суммам. В ответ на жалобы жителей города псевдо-мэр Княжев заявил, что ему хотелось бы помочь, но нечем. Потому что есть четкое указание главарей боевиков. Должникам подачу газа не возобновлять до тех пор, пока большая часть долга не будет погашена. К тому же еще 3000 рублей придется заплатить за подключение. А это означает одно – люди будут замерзать в своих домах без газа и отопления. Потому что денег на оплату просто нет. Такие порядки в Луганской ненародной псевдореспублике. Больше деревьев, чище воздух. 115 саженцев березы, клёна и калины высадили в Северодонецком эко-сквере по улице Космонавтов. Зеленую зону, как и прежде, продолжают возрождать активная молодежь города, военные и местные волонтеры. Больше двух лет занимаюсь возрождением этой зеленой зоны. И мечтаю, я и мои товарищи, мечтаем о том, чтобы здесь когда-то появился хороший эко-сквер. Мы садим деревья, мы здесь уже не первый раз, мы выкапывали ямы для этих деревьев. Сами тут частенько гуляем и делаем все для общества, чтобы было красиво, чтобы было хорошо. Тогда, как в эко-сквере по Космонавтов территорию озеленяют, в Северодонецком сквере имени Гоголя зеленые насаждения воруют. Здесь вырвали хвойный кустарник, полутораметровую тую, посаженную в прошлом году. Чтобы саженец достиг таких размеров понадобится 8 лет. А сколько лет лишения свободы грозит похитителю саженцев, смотрите в сюжете. Недавно здесь росла красавица Туя. Теперь на этом месте яма, как напоминание о совершенном злодеянии. Неизвестные украли хвойный куст ночью, вырвав его с корнями. Здесь была Туя шариком, вот такая, глобоза. Взрослая, хорошая Туя, она в композиции здесь была, то есть ей тут было место. Но, видать, кому-то она тоже сильно понравилась. Для кого-то это оказалось жизненно необходимо. Украсть у города у всех. Эти растения покупались на деньги жителей города, на деньги северодончан. Наталья – одна из активистов, которые занимаются озеленением парковых зон в Севердонецке. Облагораживать сквер имени Гоголя начала 5 лет назад. За это время в парке посадили много саженцев. Часть из них, так же, как и Тую, украли. Так пропали можжевельники и большое количество роз. Здесь в сквере их было посажено 200 штук. Мы их садили по цвету, группами, такими блоками. Из 200 штук осталось штук 20. С заявлением о краже Наталья обратилась в полицию. Был осуществлен выезд следственной оперативной группы. На самом деле Туя была похищена. Был проведен осмотр места происшествия, опрос заявительницы и свидетелей, которые находились вместе с ней. Данный факт внесен в журнал «Единого облика» заявлений. По данному факту сейчас проводится проверка. В городском отделе полиции говорят, найти вора можно. Сейчас по факту кражи открыли уголовное дело. Для установления личности грабителя правоохранители отсматривают видео с камер наблюдения. Похитителя саженцев ждет лишения свободы до трех лет. Анастасия Волкова, Николай Розниченко, Пудии. Пик простудных инфекций в этом году припадет на ноябрь. Такие прогнозы в интервью нашему телеканалу озвучили медики. Но уже сейчас сезон инфекций считается открытым. Первыми в зоны риска попадают дошкольники. Как уберечь ребенка из себя от вирусов, а также рецептами профилактики, поделится Владислав Кровец. В осеннюю пору организм человека подвержен разным болезням. Способствует этому резкая смена погоды, низкие температуры, влажность и ветер. В этот период иммунитет человека проходит испытания. Ведь с расслабленного летнего режима он переходит в режим повышенной готовности борьбы с вирусами. Сезонные инфекции – ОРЗ, ангина, бронхит, ларингит и другие. Среди детей первыми заболевают дошкольники. Среди взрослых чаще болезнь поражает тех, кто находится в тесном контакте с людьми. Обычно с сентября по марта, иногда даже по апрель месяц идет повышенный сезон заболеваемости. Связан, во-первых, с холодным временем года. То есть человек переохлаждается, и это является как бы пусковым механизмом для развития вирусной инфекции. Плюс другая причина – люди сосредотачиваются в одном месте. Скажем, после лета, когда все пребывали на свежем воздухе, рассредоточено, собираются все в город, работают в тесных кабинетах. Простудиться или подхватить вирус – просто. Достаточно ошибиться утром с выбором одежды, поехать в общественном транспорте или промокнуть под дождем. На этот случай у каждого опрошенного северодончанина есть свой рецепт профилактики болезни. Пьем чаи натуральные – мята, калина, с сахаром, малинку. И так и продолжаем. Вот сейчас уже начинаем. Вот малышка, это внучечка моя, пьем. Вот немножко приболела сейчас. В основном так – лимончик, малинка, чаи. Я пью с имбирем чай каждое утро, плюс с лимончиком. Лимон постоянно. То есть для меня это лимон – спасительное средство. Поэтому считаю, что это неотъемлемая часть. Ну и ребенка укрепляем, лук едим. Ребенок кушает лук у нас с удовольствием. Значит, спорт – это во-первых. И все домашние вот эти заготовки – чесночок, лучочек. Это все, что убивает сразу. Ну и естественно гигиена. Руки мыть обязательно. Дети, внуки так должны делать. Почему? Потому что все передается капельным путем. А чесночок даже маленький у меня кушают внуки. Профилактика – дело хорошее. А вот увлекаться самолечением не стоит. Медики предупреждают, что народная медицина может только навредить здоровью. Единственное возможно применение отваров и трав каких-то. Но для аллергиков всегда нужно травы применять с осторожностью. Что касается противовирусных препаратов, которых тоже много на рынке, то, скажем, ну, они недостаточно изучены, недостаточно доказана их эффективность. Поэтому, как бы, в протокол лечения даже эти препараты не входят. Если все-таки болезни избежать не получилось, больному лучше всего оставаться дома. В таком случае лечащий врач обязан прийти к пациенту. Владислав Кровец, Александр Буряк, Пудии. Таким этот день увидели корреспонденты службы новостей. А что прогнозируют синоптики на завтра, 6 октября, узнаете прямо сейчас. В четверг, 6 октября в Луганской области облачно с прояснениями. Небольшой дождь, местами гроза. Ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18-13 градусов, днем 15-20 градусов тепла. В Северодонецке температура воздуха ночью 8-10 тепла, днем 17-19 градусов тепла. В Луганске температура воздуха ночью 8-10 градусов со знаком «плюс», днем 17-19 градусов тепла. Мы всегда открыты для вас. Если же вы стали свидетелем какого-либо происшествия или столкнулись с социальной проблемой, звоните к нам в редакцию по телефону 050-328-86-44. Самая свежая информация о событиях в Луганской области на сайте Лот-Лджиои и в новостях «Радио Пульс». На сегодня у меня все. Желаю, чтобы каждый ваш вечер заканчивался только позитивными эмоциями. До встречи завтра на телеканале Лот. Субтитры подогнал «Симон»!